В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. В студии Екатерина Коваленко. Здравствуйте! Вот главные темы выпуска. В Видновской районной клинической больнице возобновил работу кабинет магнитно-резонансной томографии. Справились, в общастие нашли, привезли, все сделали. Ученики и педагоги Видновской гимназии приняли участие в благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Мы желаем всем ребятам из этого реабилитационного центра удачи, чтобы год прошел хорошо. Подведены итоги конкурса любительских фотографий и видеороликов «Путешествуем по России». То видео, те фотографии, которые прислали вы, мы рассматривали как жюри, насколько нам хочется туда поехать. Пять лет назад в детской поликлинике в Видновской районной клинической больнице начал работать кабинет магнитно-резонансной томографии. Использование аппарата позволило эффективно проводить диагностику патологий внутренних органов, суставов, позвоночника, сосудов и нервных волокон. Сейчас работа оборудования возобновлена, но год назад взрослые и маленькие пациенты в РКБ были лишены возможности проходить исследования этим способом. Была поломка аппарата иностранного производства в связи с ситуацией, сложностями с запчастями. Ну, справились, запчасти нашли, привезли, все сделали. В среднем одно исследование занимает 20 минут, но бывает, что пациенту необходимо находиться в аппарате МРТ до часа. Врачи получают данные о здоровье с высокой информативностью. Вред же для человека в этом случае минимальный. Условно безвредный. И принцип работы на магнитном поле, то есть большой электромагнит. Даже беременным делают, если есть для этого показания. Аппарат рассчитан на проведение более полутора тысяч исследований в год. Сейчас посещение кабинета МРТ доступно для детей. Взрослым эта услуга оказывается на платной основе. Ученики и педагоги Видновской гимназии приняли участие в благотворительной акции «Собери ребенка в школу». Образовательное учреждение уже несколько лет активно помогает детям с ограниченными возможностями здоровья из Центра социального обслуживания «Домодедовский». Ребята из всех классов с удовольствием приносили шариковые ручки, карандаши, линейки, тетради, обложки, краски, альбомы для рисования. В итоге общими усилиями удалось собрать более 50 коробок со всем необходимым для учебы. Мы желаем всем ребятам из этого реабилитационного центра удачи, чтобы их год прошел хорошо, чтобы они были здоровы и, главное, счастливы. Стоит отметить, что мальчики сами помогали загружать коробки с канцелярскими принадлежностями в машину. «Все это пойдет детишкам и инвалидам, которые у нас обслуживаются в Центре. И еще раз хочется сказать огромное спасибо, потому что это действительно такое хорошее, благое дело, которое, ну, ребят, назовем даже меценатами». Подарки от гимназистов ребята получат уже в ближайшее время. Несомненно, такая поддержка сверстников раскрасит учебные дни и уроки станут намного интересней. А теперь рубрика «Гость в студии». Сегодня речь пойдет о нашей прославленной мотобольной команде «Металлург». Подходит к концу сезон 2023 года, узнаем, каким он был и, конечно, поговорим о финальном турнире, который только предстоит. И у нас в гостях президент мотобольного клуба «Металлург» Валерий Нефантьев и капитан команды Иван Криштопа. Здравствуйте. Добрый день. Каким 2023 год стал для команды на сегодняшний момент? Знаешь, Катерина, как, в принципе, как никогда напряженно. Потому что всегда сезон начинается с розыжа Кубка России. Он проходил в этом году в Ипатово. Это наш основной соперник. И он сложился для нас с точки зрения начала чемпионата очень удачно. Потому что мы в финале с Ипатова выиграли у них дома. 5-4 выиграли. И поэтому стали обладателями Кубка России 2023 года. А затем начался чемпионат России. И вот он продолжается. Остался последний финальный турнир. Мы прошли, к сожалению, на финише 2023 года. Мы три игры Колосу проиграли. 26-го у дома у себя 4-2 проиграли. 30-го у них тоже 4-2 проиграли. И потом в первом финальном турнире тоже проиграли. Поясним, что Колос – это самый принципиальный соперник. Давний. Поэтому сейчас такая ситуация сложилась в турнирной таблице. То, что мы бы затем в Кирпильске во втором финальном турнире выиграли у Колоса. И теперь остался последний виден 14-го, 15-го, 16-го. Кто выиграет, тот станет чемпионом России этого года. Иван, в какой форме наши спортсмены подходят к этому финальному поединку? Готовы ли? Конечно, готовы, максимально сосредоточены. Будем делать выводы над своими ошибками, которые мы допустили в предыдущих играх. Чтобы доказать, что мы не просто так выиграли в них кубок. Колос на самом деле действительно давний ваш соперник. Какой у вас вообще счет по играм ведется? В этом сезоне? За последнее, может, какое-то время. Они дважды, за все время они дважды выигрывали чемпионат России и один раз кубок России. За 10 лет, вы говорите? Да, за последние 10 лет. То есть, на нашей стороне результативность по играм между нами на стороне «Металлурга». Тем более, матч еще будет проходить и в Видном дома, и родные стены помогают. Будем надеяться. Надеемся, что да. Поэтому главная цель, чтобы на последнем заключительном турнире хотелось бы видеть как можно больше наших любимых преданных болельщиков. Поэтому от 14-го, 15-го, 16-го мы играем с агрокомплексом из станицы Кирпийской. Это в 18 часов. Затем у нас перерыв, агрокомплекс играет с «Колесом». И 16-го числа, в субботу, это в 17 часов, то есть практически заключительный финальный. Получилось так, что мы подошли. «Кола» сейчас на 1 очко опережает. Поэтому, кто выиграет, за победу дается 2 очка. Поэтому, кто выиграет, тот будет чемпионом России этого года. Валерий Георгиевич, а как вы оцениваете шансы все-таки на победу? Шансы, конечно, у команд, в общем-то, я считаю, более-менее одинаковы. Но, как вы сказали, что дома и стены помогают. Поэтому, конечно, это хорошо, что все-таки последняя, заключительная игра будет дома. В присутствии наших уважаемых, любимых зрителей, болельщиков, конечно, я думаю, команда должна победить. Тем более, что, ну, в прошлом году команде было 50 лет. И исторически сложилось так, что мы всегда боролись с «Металлургом» Болоса за первое место. И, по-моему, чтобы это не было исключением в 2023 году, хотелось бы, чтобы в последней, финальной игре, конечно, подтвердить, что, как Иван правильно сказал, чтобы это была не неожиданность, то, что мы в мае месяце выиграли у «Епатова» Кубок России. И просто надо вот в этой 16-го числа подтвердить, что действительно «Металлург» на сегодняшний день – это… Лучший. Лучший, как говорят, самый лучший в мире клуб подмосковный «Металлург». Пожелаем победы ребятам. Обязательно придем снимать материал на эту тему. Вашей победе. Спасибо. А я напомню, что у нас в гостях были президент мотобольного клуба «Металлург» Валерий Нефантьев и капитан команды Иван Крештопа. В нашей постоянной рубрике «Видновчане об этом» в этот раз горожане поделятся своими впечатлениями о празднике, который был посвящен Дню Города. Здравствуйте. А вы были на Дню Города выходные? Да, здравствуйте. Видели выступление звезд. Было очень классно, феерично. Насколько я знаю, таких мероприятий не было ранее. И я осталась очень довольна. Мне очень понравилось. Днем мы были здесь на ярмарке, участвовали в разных конкурсах. А вечером мы ходили на стадион, на концерт. Очень понравилось. Нет, к сожалению, ребят. По телевизору смотрела концерт. День Города был очень веселый, прикольный. Там было столько вещей прикольных. Я делала сестре поделку на ключи. Кто-то делал рисунки, из песка рисовал. Желаю любимому городу хорошего настроения с жителем. Держать так же хорошо в спорте, как держит наша команда «Металлург». Города Вита, за который я играл, между прочим, в свое время. И желаю, чтобы жители поняли, что город – это прекрасная вещь. И надо любить свои города. С каждым годом город становится все красивее, все прекраснее, просто необыкновенно. Мы не были все лето. Просто шикарный город. Я его очень люблю. Хотя живу сейчас в Севастополе, а вот внуки очень любят каждое лето. Ну когда? Ну когда мы уже поедем домой? То есть очень любят город. Процветание, мира, благополучие всем нашим жителям. Всего-всего самого хорошего. Ты за что любишь наше видное? Тут очень некрасиво. Тут школа. Друзей много? Ну да. Родители. А детские площадки? Детские площадки тоже необыкновенные. Да я родилась в нем. Как же мне его не любить-то? Все хорошо. Хороший город. Удачи? Дети, чтобы были счастливы. И у всех была работа. И эта работа приносила удовольствие. Каждой семье. Я желаю городу процветания, жителям здоровья и благополучия. Поздравляю весь город Видного с Днем Города. Телеканал «Видное ТВ» подвел итоги конкурса любительских фотографий и видеороликов «Путешествуем по России». Более полусотни работ прислали в наш адрес. Сахалина, Карелия, Сочи и Центральная Россия. Каждый старался запечатлеть в кадре красоту природы и архитектуры, чтобы оставить в памяти и показать другим. Слово Татьяне Брыловой. Объектив телефона для каждого сегодня как лучший помощник. Запечатлеет самые яркие моменты и удивительные места. Конкурс на телеканале «Видное ТВ» был объявлен для тех, кто любит путешествовать по нашей необъятной стране, изучая широту Дальнего Востока, суровость русского севера и солнечные краски юга. В каждом кадре особое настроение. Десятки фотографий и видеороликов прислали участники конкурса «Путешествуем по России». Почти ежедневно на наш адрес приходили новые заявки и работы. Каждая особенная. Поэтому и определить лучшие было непросто. Победители решили наградить на дне города. Наш партнер, торговый дом «Перекресток», подготовил замечательные подарки. То видео, те фотографии, которые прислали вы, мы рассматривали как жюри, насколько нам хочется туда поехать. Просто отъехать от 20-30 километров от Москвы можно увидеть нечто такое. Мы просто порой иногда проезжаем это и не видим. Так что находите даже в своих окрестностях какие-то новые места и новые впечатления. Спасибо большое за то, что оценили наши фотографии и за то, что также любите путешествовать по России, как и мы. Будем рады поделиться следующими кадрами. Куда собираетесь в следующем году? А может в этом? В этом году планируем посетить Подмосковье, Ближнее и также еще Золотое кольцо. Город Владимир впереди. Елена Солнечная объехала прошлым летом весь Дальний Восток, не выпуская камеры из рук. Теперь ее личные фото и видеоархив пополнился видами Хабаровска, Владивостока, острова Сахалин. На самом деле мы очень мало знаем свою страну. И когда мы находимся, как говорится, Питер, Якутия или Дальний Восток, это совершенно разные миры. Я решила, что надо показать, насколько прекрасен наш Дальний Восток и что нужно собираться и ехать не за границу, а именно по нашей стране, потому что она бескрайняя и удивительная. Подольчанка Анна Секерина получила специальный приз от мастера массажа Марины Мустафиной. На самом деле первый раз в жизни вообще что-то выигрываю. Очень приятно, спасибо. Самой маленькой участницей конкурса стала Вероника Можаева. Девочке только-только исполнилось пять. Юную победительницу мы пригласили в студию телеканала, познакомили с ведущей новостей Екатериной Коваленко. Тут же девочку ожидал и первый подарок от наших спонсоров. Нравится? Нравится друг тебе такой? Да? Как ты его назовешь? Ну, придумаешь потом, да? Конечно, ролик о путешествии был сделан вместе с родителями, но роль юного гида трудно переоценить. Здесь мы гуляли по центру кого-то. А на следующий день мы поехали за Телебут. Вот он, подарок. Я думаю, что тут и тебе, и маме, и всем, кто участвовал в создании ролика, кто любит путешествовать. Маме, наверное, да? Потому что тяжелые давайте. Пожалуйста. Это наш партнер, Торговый дом, Перекресток. Вот такой подарок вам приготовим. Очень любим во всем участвовать. И в газету отсылаем, и на телеканалы. Вообще очень активные жители. И активные путешественники. Это да, и активные путешественники. Где в этом году были? В этом году были в Санкт-Петербурге, ездили на дачу к бабушке, в деревню ездили. Посетили Нижний Новгород, и Тверь, и еще много разных городов. И Золотое кольцо посетили. Призы розданы, победители довольны. А мы еще раз призываем, путешествуйте по России и делитесь своими впечатлениями. Татьяна Брылова, Максим Козлов, Александр Логинов, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. И это все новости на сегодня. С вами была Екатерина Коваленко. До новых встреч.